Чингаз Айтматов благодаря своим произведениям объединил самых разных людей. Его книги были переведены на более чем 170 языков мира и изданы в 128 странах тиражом более 100 миллионов экземпляров. Сегодня состоялось праздничное мероприятие в честь 95-летия со дня рождения выдающегося писателя. Госсекретарь Сюмбек Асмамбетов поздравил собравшихся гостей праздника от имени президента Садыра Джапарова, членов Кабинета Министров и от себя лично. Айтматов – это неисчерпаемое сокровище, а также личность, которая продолжает открываться народу с новой стороны. В наше время, когда всё так быстро меняется, его произведения призывают сохранять индивидуальность, человеческие качества, добрые пожелания и веру в прошлое, не отрываться от исторической памяти, прославлять целомудрие и ценность человеческого достоинства. Самое сложное для человека – быть человеком каждый день из поколения в поколение. Это одна из главных идей Айтматова. Поэтому он – один из самых читаемых и загадочных писателей, которых ещё предстоит раскрыть. Министр культуры Алтамбек Махсютов отметил, что Чингаз Айтматов является гордостью Кыргызстана. Его произведения внесли огромный вклад в обогащение культурной среды мировой цивилизации, обогащая сознание людей духовными знаниями. «Художественный мир Айтматова вечен. Его помнят тем, что он своими великими произведениями изменил мир, расширил взгляды и мировоззрение людей. В свою очередь, государство всегда поддерживало великого таланта современности и прославляло его труд даже после его смерти». Сестра писателя Розы Айтматова уверена, что, будучи живым, Чингаз Айтматов создал бы ещё больше шедевров. Заново перечитывая его произведения, я начинаю понимать, насколько глубоким было его мышление, признаётся Айтматова. «К моему брату у меня только чувство благодарности. Он действительно был особенным и другим. Я рада, что являюсь сестрой такой личности». В Бишкеке с 7 по 12 декабря проходил Международный театральный фестиваль Айтматов и театр. В нём приняли участие театры Кыргызстана, Узбекистана, Казахстана, Туркменистана, России и Азербайджана. Театральные трупы представили зрителям спектакли по произведениям великого автора. «Откровенно говоря, я поражён подготовкой наших зарубежных гостей к этому важному фестивалю, посвящённому Чингаз Айтматову. Казахстан и Узбекистан подготовились на самом высоком уровне. Их постановки такие глубокие, от просмотра которых получаешь колоссальное удовольствие». Чингаз Айтматов родился 12 декабря 1928 года в Таласской области. Автор внёс большой вклад в развитие культуры туркоязычных народов. Отдавая дань прошлому, он всегда с оптимизмом смотрел в будущее, создавая искренние и глубокие произведения. По данным ЮНЕСКО, Айтматов считается одним из наиболее читаемых и издаваемых писателей 20 века. Выдающегося писателя не стало 10 июня 2008 года.